Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами разговариваем о работе с пасынками. Мы поговорим, что с ними делать в общем, для чего это нужно, и поговорим о том, как правильная работа с пасынками влияет на урожай на следующий год. Итак, начнем. Первое, что такое пасынки? Это вот такие побеги, здесь у малики, которые развиваются из пазухи листа. Они еще только-только начинают появляться, где-то побольше, где-то поменьше. Казалось бы, зачем с ними вообще что-то делать? Ну, смотрите, я отойду подальше и покажу вам. Здесь все и так достаточно плотно. Потом будет еще плотнее по мере роста. Следовательно, пасынки в данном случае будут еще больше загущать вот эту шпальеру. Соответственно, плохое проветривание, значит, могут появляться заболевания. Хуже освещаются листья, то есть одни листья заслоняют другие, что не совсем хорошо. Поэтому что-то с этими пасынками надо делать. А с другой стороны, кто-то формирует лозы достаточно свободно, побеги размещает через 30-40 см. То есть там места на шпальере очень много. Ну, как, например, здесь растет пару побегов, то тут места более чем достаточно, никто никого не будет заслонять. Зачем же их убирать? Дело в том, что у каждого пасынка, усик я уберу, чтобы он мне мешал, есть точка роста, то есть верхушка, с которой он растет. Все это регулируется у растения гормональной. Смотрите, здесь точка роста, здесь точка роста. Ну, и дальше пошло-пошло. И еще одна точка роста на вершинке самого побега. То есть получается, что точек роста у растений очень много. И, соответственно, питание будет распределяться по всем из них. Что нам не совсем выгодно. Нам ведь надо, чтобы один был большой хороший побег. Соответственно, еще одна причина, по которой с пасынками нужно что-то делать. Вопрос что? То есть вроде бы как-то надо их удалять. Ну, а как именно? Один из советов, который вы можете услышать, это эти самые пасынки выламывать. Но стоит ли это делать? Вот смотрите, здесь достаточно хорошо видно основной побег. Вот он. Вот наш пасынок небольшой. И вот почка. Это почка. Из которой на следующий год появится вот такой побег. И будет плодоносить. И анатомически эта почка больше принадлежит не вот этому побегу, а вот этому пасынку. И именно вот этот пасынок, его рост будет влиять на вот эту самую почку. Как она будет развиваться и как в дальнейшем будет развиваться из нее побег. Выламывая пасынок, мы значительно уменьшаем питание этой почки. И может ей поступить сигнал, что ей надо расти. И она начнет распускаться раньше времени. Бывает так летом, осенью, тогда, когда ей надо спать. То есть эта почка должна открыться только в следующем году. И никак не раньше. А при выламывании часто бывает так, что такие почки начинают раскрываться, что крайне плохо. Да, потом могут пойти замещающие почки, но в замещающих почках всегда закладывается меньше соцветий, меньше урожая, если закладывается вообще. Соответственно, выламывать пасынки не стоит. С другой стороны, если вы четко знаете, какие побеги у вас остаются на плодоношении, какие просто растут, да, и мы их осенью обрежем, то, в принципе, на тех, которые просто растут, пасынки можно и выломать. А вот на тех, которые точно знаем, что останутся на плодоношении, этого делать ни в коем случае не следует. Следовательно, пасынок мы не выламываем, а прищипываем ему верхушечку, точку роста. За каким листом? Самая частая рекомендация, два листика оставляем, потому что все-таки они дают какое-то питание, да, они вроде как в таком количестве не мешают, они, да, влияют на ту почку, которую я вам показывала, то есть все хорошо. Недавно я встретила такую информацию, читала книгу по физиологии винограда и встретила следующее исследование о том, как влияет количество оставленных листиков на соцветие, на его размер и на количество цветочков соцветий, которые разовьются на следующий год. Так вот, оптимальное количество листиков это 5-7. Если мы оставляем 2, то вот этих самых цветочков у нас может быть меньше. Всегда ли это важно? Смотрите, если у нас какой-то сорт и так очень крупноплодный, ну вот, например, это висят цветочки кишмиша запорожского, у него и так огромные грозди, у него и так здесь более чем достаточно цветочков. А в таком случае мы можем не сильно обращать внимание на то, за каким листом нам надо убирать этот пастынок. В принципе, я часто делаю так. Как мне удобно, так я и убираю. Но вот если у нас сорт какой-то мелкоплодный, и мы бы хотели увеличить его урожайность, в таком случае мы можем прислушаться к этому совету. Честно говоря, то есть я еще не опробовала это, не испытала. Я думаю, что я найду какого-то подопытного кролика на своем участке, испытаю, и может быть в следующем году у меня получится вам показать результат. Будет видно, посмотрим. Но, по крайней мере, стоит попробовать. Все-таки люди проводили реально масштабные исследования, если они получили такие результаты, то я думаю, что прислушаться к ним имеет смысл. А есть ли ситуации, когда пасынки нам все-таки нужно оставлять и как можно больше? Конечно, есть. Смотрите, пасынки – это тот же листовой аппарат. Вот. Помним, что листики – это заводики маленькие по производству органических веществ, по производству сахаров. И представляем такую ситуацию. Например, прошел град, и у нас побило лист. Либо мы что-то накосячили с обработками, и этот самый лист достаточно сильно сожгли. Либо произошло еще что-то, и у нас листьев мало. Соответственно, тогда мы растим эти пасынки меньше. Честно, не помню сейчас на вскидку, но в любом случае у нас хоть какие-то листья будут. Тогда мы эти пасынки отращиваем. Отращиваем до того момента, когда нам еще удобно с ними работать. Помним про точки роста, что можно будет их на каком-то моменте прищепить. Но все же, если у нас будет проблема с основными листьями, в таком случае постарайтесь максимально оставить листья на пасынках. Максимально их отрастить настолько, насколько вам это будет возможно. Еще один случай, когда пасынки нам могут быть нужны – это жирующий куст. Что это такое? Есть отдельное видео. Я вам оставлю ссылку на него, чтобы вы смогли посмотреть. Либо второй вариант – это ускоренная формировка. Но с ускоренной формировкой будьте, пожалуйста, осторожны. То есть, если побеги, рост побегов позволяет это сделать – да, можно пробовать. Если побеги слабоваты, пытаться куст насильно раскормить – ну, можно раскормить и все получится, но потом что-то может не вызреть. Поэтому вот в средней полосе, пожалуйста, с этим осторожны. В более южных странах – да, там все это реально. Но нам надо учитывать наши условия. Суть заключается в том, что вот, смотрите, у нас есть побег, который больше всех, выше всех. Да, он замечательно, хорошо развивается. Вот у него пасынки. Мы еще этот побег подращиваем и укладываем в горизонтальное направление. Таким образом, фактически вот это у нас условно как плодовая стрелка становится, да, невзирая там есть, дружая нету, как бы нам это сильно не помешает. А вот эти побеги, пасынки, они начинают расти вертикально. И в следующем году мы их можем использовать на плодовой стрелке на следующий год. Но при условии, если у нас все это вызреет. Обрезать мы потом осенью тоже можем по-разному, например, смотрите, вызреть у нас вот, если бы мы положили вот этот побег, допустим, вызрело бы вот условно до этого уровня тут на три пасынка. У нас бы осталось раз, два, три побега. Мы даже могли бы вот так вот отрезать, и у нас бы осталось еще два побега, например, на плодовой стрелке, либо один. Но это при условии, что вот этот пасынк хорошо вызреть. В ином случае, то есть можно сделать что-то типа кордона. Ссылки на видео по формировкам я вам обязательно оставлю. А вот это, пример. В прошлом году вот это был обычный вот такой зеленый побег. Он жировал, видно, он тут толстый такой. Мы его положили в горизонт. И вот это, это пасынки были. Вот они. Дальше это у нас все более-менее вызрело. Смотрите по длине. Вот сколько. Тут метра, наверное, два. И обрезали мы все на кордон. Сейчас понятно, что уже поудаляли побеги так, как нам удобно. Вот смотрите, вот на этом пеньке у нас есть побег. Так. И вот на нем видны гроздочки. Дальше вот у нас пошел побег. Он, кстати, пошел, да, не из пасынка, а из той почки, из которой нужно было. Дальше вот, смотрите, пошел побег тоже из почки, из которой нужно было. Ну, вот здесь побег как раз-таки из того самого пасынка. Но если обратить внимание, то побеги, которые у нас пошли из пасынка. Дело в том, что мы вообще не знали, как вызрит этот куст, не вызрит. На них гораздо скромнее гроздочки, чем на тех побегах, которые выросли из тех почек, ну, из которых им положено было вырасти. Так что, конечно, если куст жирует, то такой способ можно и нужно применять. То есть там надо давать расти всему, чтобы кусту было куда девать свою бурную энергию. При ускоренной формировке, ну, тут уже смотрите сами, позволяет ли вам условия ваши это сделать. Потому что разницу я вам в плодоношении показала. То, что надо будет очень хорошо работать над возреванием куста, я вам тоже показала и сказала. Поэтому смотрите, то есть по обстоятельствам. Смотрите, вот это вот пасынок. Вот он у нас такой достаточно большой. Точку роста мы ему прищепили. И у этого пасынка уже начинает расти пасынок второго порядка. Вот он. Один. Вот второй. Что же делать с такими пасынками второго порядка? Ну, как правило, как правило, начинает расти верхний пасынок. Вот верхний. Нижний он вот в таком состоянии обычно остается. В принципе, его можно выломать, поскольку он нам уже сильно ни на что не влияет. А у верхнего, когда он пойдет еще чуть больше в рост, тоже точку роста, верхушечку прищепить. Если есть такая необходимость, далеко не каждый куст, вот эти самые пасынки второго порядка отращивает. С другой стороны мы помним о тех исключениях, о которых я вам говорила. Если мы используем пасынки на жирующих кустах, либо при ускоренной формировке. Всегда ли активно растут пасынки, всегда ли с ними надо что-то делать? На самом деле, все зависит от сорта и от его нагрузки. А если куст достаточно хорошо нагружен, да, пасынки могут образовываться и будут образовываться. Но их может образовываться меньше. У сильнорослых сортов пасынков будет больше, чем, например, у слаборослых. Вот, смотрите, пример Зилга, полтора метра уже побеги. В пасынке еще вот только-только что-то там пытается показываться. И вот Аладдин побег уже такой же приблизительно подлинен. Но здесь уже пасынки начинают формироваться. Ну, Зилга, нагрузка здесь больше 80 глазков. У Аладдина места гораздо меньше, там он сидит с другим сортом. Поэтому нагрузки меньше. Ну, и, конечно, количество пасынков еще может зависеть от формировок. Ну, мы выбираем ту формировку, которая нам больше подходит в наших условиях. Подводя итог, помним, что работа с пасынками влияет на плодоношение куста на следующий год. Какой подход вам применять, вы уже решаете сами. Либо со всеми побегами мы работаем одинаково. Либо, например, те, которые мы оставляем на плодоношение, к ним применяем один подход, к другим применяем другой подход. Тут вы уже выбираете то, что вам удобнее. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. Нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!